Пусяша, доброе утро! Ваня у меня пылесосит, а я сейчас буду краситься! У меня тут уселось поудобнее, с всеми своими штучками-дрючками. О, Пусяша, Пумочка пришла. Ладно, буду я приводить тебя в порядок. Я думала, ты готовишь что-то, а ты сидишь, чистишь пылесос. Да, он у вас очень сильно забился. Забился? Очень сильно. Я вот смотрю, как его почистить, похоже, попадется. Разбирать. Чтоб почистить? А где именно забился? Ну, тут вот, за часть. Здесь нужно разбирать. Хотя она как бы ни на что не влияет. Или там часть забилась. Тебе не холодно на полу холодном сидеть? Не жарко. Жарко? Ой, мне кто-то написал. Кто-то написал. В общем, мы же купили вот эту вот систему, GBM, сонбар и самбуфер. В общем, ну, в принципе, я доволен. Только есть один момент, который мне не очень нравится. Это когда подключаешь через Bluetooth, колонка иногда начинает похрипывать. И я не знаю, с чем это связано. Я думал, ну, сначала на сабвуфер ты туда ставил. И оно хрипело. Я думал, ну, может быть, далеко. Он беспроводной. Думаю, значит, поставлю поближе. Поставил его поближе, он все равно иногда похрипывает. Я не знаю, с чем это связано. Вот, поэтому подключил через оптическое волокно. Там есть провод. Optical называется. Не знаю, как он по-русски. Ну, я думаю, Optical. По-испански называется Fibro Optica. Оптическое волокно, наверное. В общем, подключил. Вроде работает нормально, а уже ничего не хрипит. А, кстати, мы купили вчера же растения. Вот, лимон. И пальму такую вот крутую. Но их нужно будет пересадить вон горшки. Горшки есть. Но, чтобы их пересадить, нам сказали, что нужно выложить снизу камни. И я думал, что там в магазине продавались камни. И в больших мешках 10 килограмм. Я думаю, зачем нам 10 килограмм? Типа, без проблем на улице насобираем камней. В общем, нет камней. Реально. Вот парк огромный, да? Видите этот парк? Там ни одного камня нигде нет. Нигде. На всей этой территории. И, в общем, надо куда-то поехать, где камни эти будут, и найти их. Потому что у нас вот здесь под домом. Я пытался посмотреть. Тут вот лесочек. Конечно, наверное, если покопать, ты найдешь. А вот так вот, чтобы просто валялись, в общем, ничего нет. Поэтому камни будем искать. Реально, куда нам потом купили бы 10 килограмм? Некуда было бы его потом девать. Камень. И вообще камень покупать. Ладно, земля. Земля там добавки всякие разные. А в камнях не просто камень. Тем более, есть декоративные, красивые камешки, а есть, которые, ну, ты должен просто выложить для того, чтобы... Камень. Было сипетичным камнем. Да? Для этого? Да. Вот. Мы сейчас будем завтракать, но не завтракаем. И нам скоро уже придут гости. Вот. Так вот. Наш завтрак готов. Мы совсем скромненько позавтракаем. Совсем чуть-чуть, потому что скоро будет обед. К нам гости придут, и мы будем обедать. Маленькие бутербродики с паштетом, петрушкой, с авокадо, одно яйцо. И это хлебушек для того, чтобы вымокать желток. Ваня еще сделал чай. И Ване я еще сделала бутербродик с Филадельфией, сверху свежий огурчик. Это очень вкусно, сочно. Так что всем приятного аппетита! Мы сегодня ждем гостей, как мы уже говорили, на обед. Я уже подготовила всю посуду, нарезала немножко сыра, оливки, салат, но я его еще не заправляла. Ему нужно будет заправить этим оливковым и масло авокадо. Вот так что... И мы вот этот стол перенесем, скорее всего, в зал. И в зале у нас вот здесь вот расположимся. Но некоторые уже расположились очень удобненько на диване. Как тебе там на диване? Нормалек? Да, я... Он только что играл в фифу. Устал? Проиграл? Поэтому спишь? Не играешь дальше? Как это обычно бывает. Ой, у нас на террасе чисто, Ваня, походу, про это пропылесосил. Красотища! У нас у соседей гости, куча детей. Вот на самом... в самом низу. Ой... Сая, ты чего? Какой сон? Спать нельзя. Не спать, да? Ты дремаешь? Ребята, у нас уже темно. Уже вечер. Вообще, по-моему, начало одиннадцатого. Нет? Десятого. Начало десятого, ну ладно. Не надо. Короче, мы уже встретили гостей, побыли с гостями, поездили с моим родителем, там, короче, тоже нужно было в другой момент порешать. Вот, и мы уже вернулись домой. И у меня идея фикс. Фикс? Да. Короче, у нас в парке есть вот эти вот горки в форме труб. Я вот думаю, может... Нет, я сегодня не буду. У нас с друзьями коварный план на эти горки есть. Так что я, пожалуй, дождусь того дня икс. Ой, что-то прохладно стало на улице. Я в этом в юбке, в колготках. У меня холодно. Уже, там площадка есть. Там люди, да, и два, и два, и два, и два. А, да? Ага. Здорово. Ой. Вот на ночь глядя решили прогуляться. Только, правда, что-то мы не рассчитали, что на улице холодно. Ага. Сейчас как-то вступим в какашечку. Тут собак выгуливают. Но, по идее, они должны забирать какашки за своими питомцами в пакетик. Ну, а так, конечно, не знаю. Вполне вероятно, что можно вступить в мину. Причем такое конкретно. Ой, после холодной прогулки самый кайф это погреться в ванной. Я уже набираю воду с пеной, зажгла свечи, так что сейчас буду, ай, релаксировать. Ко мне приближается пусяшка. Я тут уже взяла ноутбук, собираюсь монтировать влог. Ку-ку. Мы вечером вернулись домой. Я уже сходила в дождь так хорошо, кайфанула. И я вот только что убиралась на кухне, загрузила посудомойку. Вот, кстати, посудомойка очень спасает, когда приходит кто-то в гости, приходят друзья. И все равно бокалы, чашки, тарелки, там посуда, которая после готовки. Все это, загружаешь посудомойку и все. Я обычно, кстати, стираю посуду, точнее, посудомойка стирает посуду. Обычно на ночь я это делаю. И уже утром у меня чистая посуда. И я ее иногда разбираю, иногда еду. Ну, в общем, раз на раз не приходится. Еще, когда мои родители приезжали, мама привезла мне петрушку. И я вот ставлю ее воду, периодически меняю. И у меня петрушка всегда свежая. Вот, я люблю петрушку с паштетом. Очень вкусно. И манго. Слушай, Зая, надо скушать срочно манго. Давай. На. Потому что оно уже, смотри, уже начинает пропадать. Давай, вот сремать. Так что давай. На ночь. Что ты рассказывала? Я рассказала. Ничего не заметила. Я вообще-то на кухне поубиралась. У нас было чисто. Да ладно. У нас тут везде куча была этой посуды, которая уже сейчас в посудомойке. Не знаю. Я все видел, было прекрасно. Я не хочу пара следить за темой, как становится беспорядок. И наводится беспорядок. Этот промен у меня пробегает, что быстро. Я вроде раз зашел до упорядка, вышел опять беспорядок. То есть беспорядка ты не замечаешь. Показано будем? Пирожок приносили. Нет, не показывал. Он очень вкусный. Это же пирог или? Да, пирог, пирог. Он с ягодами и сыром. Так что завтра на завтречек будем кушать. Мы сейчас с Ваней планируем посмотреть какой-нибудь фильмец. У нас есть что-нибудь скачанное? Да, у нас есть скачанное. Так что сейчас будем что-нибудь смотреть. Кстати, сегодня же понедельник. Ваня не пошел на практику, на работу, потому что у нас сегодня выходной. У нас сегодня пасхальный понедельник. Так же, как и в пятницу тоже. Так же, как и в пятницу тоже был предпасхальный день. Там был какой-то сан, ну, то есть какого-то святого. Вот, поэтому были праздники. Да, но завтра уже все. Рабочий день у нас все завтра открывается. Мне завтра нужно за посылочкой сгоцать. Но я боюсь, что посылка большая, и мне опять придется ее тащить. А если она будет настолько большая, что ты ее не сможешь сюда тащить? Может, мы ее заберем? Потом? Потом. Ну ладно, договорились. Ну, представь, она реально будет очень большая. Ты будешь весь день тащить ее. Ты можешь, конечно, поехать с тачкой. Да ну, ты что, прикалываешься с тачкой ехать? И такая, потом, брат, с тачкой такая. Нет. Что за фильм ты включаешь? Ты еще ничего не включал. Он тупит тупой. Телевизор тупит? Да из этой колонки теперь приходится так вот руку поднимать. Не пробивает. Не ловит. Ну, этот, как его там зовут? Сигнал? Он самый. Он самый. Да. Так, сейчас мы что-то будем высматривать. Интересно, что? Фильм? Какой? Найм? Давай-то смотрим этот фильм, который мы начали смотреть. С тобой помнишь? Какой? Ну, что дочь пришла в этот, ну, к мачехе и отцу. И у них квартира там, где карусели. Я просто не знаю, как этот фильм называют. А-а-а. Вспомнил? Да. Слушайте. Слушайте, как он называется. А-а-а, как у меня болит рука. Ну, сейчас посмотрим. Я подержала камеру. Ой, блин, как болит. Я вообще последнее время не выгибать не могу. Это из-за того, что... У меня резкая боль появляется. У меня резкая боль появляется. Она такая острая. Да. Ай, шесть. Я вот так вот камеру подержала, вот так вот, но у меня немножко выгнута была рука, и все, я начала болеть. У меня такое очень давно. Я думаю, это еще у меня не только из-за компьютера, из-за того, что я камеру постоянно так держу. Ну, значит, держи на вот на такой. Ну, я не могу вот так, мне как-то, я как-то... Ну, в общем, не важно, как-то я держу камеру, что у меня потом рука болит. Мы посмотрели фильм, который называется «Место встречи». Нам, в принципе, очень понравился этот фильм. Он длился час сорок. Несмотря на то, что весь фильм снимался в одной локации, но время пролетело очень быстро. Знаете, Ваня хороший такой пример привел. Ты как читаешь книгу. Ты когда читаешь книгу, ты как бы читаешь диалоги, и сам уже себе придумываешь саму вот нить событий. Да, сам все представляешь. Вот так же и в этом фильме. Так же и в этом фильме. Здесь довольно много героев, но как бы их жизнь не показывается нам именно. Вот их дом, их квартира, там, их школа, их работа. А ты это сам себе как бы воображаешь. В общем, очень интересный фильм. Каждый его поймет по-своему. Мы, кстати, очень любим такие фильмы. Где скрыт, в этом фильме скрыт большой глобальный смысл. И, в общем, нам понравилось. Кто-то скажет, что этот фильм, бойтесь своих желаний. В принципе, может, так тоже можно сказать. Знаешь, что я стоял и искал? Что? Камеру. Думаю, где камера лежит? Зато меня заперло. Что-то сказать. Ой, ладно, ребят. И, короче, кому интересно, обязательно посмотрите этот фильм. Он очень понравился. Очень интересный. На одном дыхании проходит. Ты знаешь, когда смотришь фильм и не знаешь, чем он закончится. Это самое крутое в фильме. Потому что очень часто, когда мы смотрим фильмы, Ваня на первых 10 минутах говорит, он говорит, я думаю, концовка будет такая-то, такая-то, такая-то. Проходит час с копееками, приходит время концовки и всё. И Ваня, короче, спойлерит фильм. Ну, кстати, я в конце концовку тоже практически угадал с той героиней. В какой героиней? В конце которая. Ладно, не будем рассказывать. А, ну, да, в принципе, да. Ну, это уже было с этим почти в конце. Ладно, ребят, фильм очень крутой. И кто хочет посмотреть крутой фильм, смотрите. Я разрешаю. Ладно, всем-всем спокойной ночи и всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok